Любовь к крысам у Софьи появилась с первого взгляда. По ее мнению, это самые покладистые, неприхотливые домашние питомцы. Жаль только, что мало живут, максимум три года. Софья держит у себя двух крыс-мальчиков по кличкам Черный и Белый. Крысы не живут поодиночке, потому что это довольно-таки социальные животные. Им нужна пара, однополый друг, чтобы им было веселее, было с кем общаться, пока хозяина нет дома. И, конечно, однополый, чтобы крысы не размножались в геометрической прогрессии, как оно действительно бывает. А еще у крыс есть темпераменты, они испытывают эмоции. Крыса привязывается к хозяину и улыбается, когда он уделяет ей внимание. Переживает, если кому-то рядом больно или плохо. Крысы умные животные, их можно дрессировать и даже научить играть в человеческие игры, например, прятки. Крыса замирает, крыса прячется. А когда она находит, например, того, кто спрятался, если это человек, потому что играет в прятки, она, конечно, с экспериментатором, крыса совершает прыжки, которые у многих животных, таких, например, как кролики. И крысы – это признак такой, знаете, радости. Но нужно понимать, что этот питомец подойдет не всем. Кто-то боится грызунов, у кого-то аллергия. Многие не знают особенностей физиологии и содержания крыс. Как любительница грызунов Софья, так и доцент кафедры считают, что сюрприз в виде такого подарка лучше не делать. У человека может возникнуть такая ложная мысль, что не нужна мне крыса, я выпущу ее на улицу к ее сородичам. На самом деле дикая крыса и домашняя крыса – это две большие разницы. Домашняя крыса на улице не будет жить, она погибнет очень быстро. Любое животное – это превосходный подарок, если хозяин к этому готов. Потому что в целом, честно сказать, крыса как домашнее животное мне очень нравится. Я очень люблю крыс, поэтому для меня это был бы хороший подарок. А если человек не готов к содержанию животного, и он не готов с ним общаться, не готов уделять ему время, то, конечно, лучше не дарить. Но если вы хотите крысу или вам сделали такой подарок, нужно знать несколько правил содержания. Ей нужна большая клетка, у нее всегда должна быть вода и белковый корм, а также фрукты и овощи. Нужно следить за их зубами и при любых отклонениях обращаться к ветеринару. Нельзя выпускать крысу гулять без присмотра, это чревато тем, что вам все погрызут. А в целом, крыса – ласковый, чистоплотный и благодарный питомец, который обязательно ответит взаимностью на заботу. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком.